Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Russian Easy Learning. Меня зовут Аида. Сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов о русском языке и о России. И сегодня мы с Франческой поговорим о том, как развить аудирование. Полезно ли пассивное слушание? А также обсудим другие интересные вопросы. Привет, Франческа! Рада тебя слышать в новом выпуске. Как дела? Как прошла твоя неделя? Привет, Аида! И привет всем, как всегда. Мы готовы к этому, чтобы сделать для вас новый подкаст. Обязательно не пропускайте, потому что сегодня вообще тема. У меня все хорошо, Аида. Спасибо тебе большое. Как у тебя дела? Прошла неделя очень хорошо. Ты, наверное, знаешь, что я прожил 5 лет в Турине. И у меня была, скажем так, такая скука. И поэтому я съездил в Туринь для того, чтобы встретиться с своими друзьями. И как раз я даже съездил в Милань для того, чтобы выполнить всякие планы. Вот поэтому неделя была у меня очень насыщена. Для тех, кто не знает, где находится Туринь, это город, который достаточно известный, я бы сказал. И находится 2 часа езды от Милана. И там очень красивые ребята. Я искренне вас рекомендую попасть в этот город для того, чтобы посетить его. Франческо, сегодня я хочу обсудить с тобой несколько интересных вопросов. И давай начнем, наверное, с самого интересного. Как ты считаешь, нужно изучать русский язык от формы к содержанию или от содержания к форме? Я имею в виду, нужно сначала выучить грамматику, а потом с помощью этих знаний строить предложение. Или наоборот, почувствовать, как работает язык, а потом постепенно погружаться в грамматику. Как ты считаешь и как ты изучал языки? Вот это, Аида, очень интересный вопрос. И можно сказать, даже какая-то волная тема. Почему? Потому что об этом очень много людей говорит. Надо ли учить его начали грамматику? Или надо, ну, скажем так, можно учить грамматику потом? На этот вопрос у меня свой, конечно, собственный ответ. Ребята, давай посмотрим на то, как дети начинают разговаривать на своем языке. Что они делают? Если ты спрашиваешь у ребенка, ну, у мальчика, допустим, которому 10 лет или 11 лет, что такое грамматика, что такое существительное, например, он не сможет ответить. Но, можно сказать, зато он умеет хорошо разговариваться на своем языке. Он может выразиться, он может все понять. Он отключает телик, и даже если он смотрит на двух человека, которые между собой разговаривают очень быстро, он все может уловить. Как это может быть возможно? А почему мы не можем это делать? Это очень просто. К сожалению, в школе нас учат тому, что надо учить грамматику, надо вызубрить 2000 фраза-вербс по английскому языку каждый день, а то никак не получится учить этот язык. Ребята, я думаю, я уверен, что это не так. И я типическое, можно сказать, доказательство того, что учить языки, не говорю без грамматики, ну, начиная, скажем так, учить язык, от того, чтобы заполнять слова, разговаривать с друзьями, с носителями, да, и вначале не сосредоточиться на грамматике, это возможно. И сегодня объясню, почему. Вот, давай возвращаемся к примеру детей. Да, Ида. Это очень интересно, потому что дети до какого-то возраста, до того, чтобы они начинают учиться в школе, они не знают, что такое грамматика. Но они уже знают, умеют разговаривать, уже понимают. А затем они начинают учить грамматику. Почему? Потому что они выполняют домашку, домашнее задание. Он начинает понимать, почему до этого времени он таким способом разговаривал. да, он осознает, почему его научили так говорить, так общаться. Точно так же, ребята, я считаю, конечно, это мое личное мнение, мы должны сделать тогда, когда мы приступаем к изучению нового языка. Я, ну, по своей методике изучения языка, я никогда не начинаю с грамматики. Да нет, я не думаю, потому что это, грамматика, это бесполезно. Но надо и учить потом. И надо особенно понять, почему ты хочешь учить язык, да. В моем случае я всегда хотел учить грамматику потом для того, чтобы разговаривать лучше, разговаривать как носитель, да. У меня всегда была такая мечта. И, ну, скорее, это не мечта, это план. Мы говорим о конкретных вещах, а поэтому мы не говорим о мечте, мы говорим о планах, о которых мы должны выполнить, да, конкретных целях, как и до этого времени говорили. Поэтому вначале надо слушаться как можно больше, надо разговаривать, ошибаться как можно больше, а потом можно уже учить грамматику. В моем случае мне пришлось, можно сказать, учить хорошо грамматику русского языка, поскольку я учил русский в университете. И для того, чтобы пройти экзамены, как вы можете представить, мне пришлось сдавать очень много экзаменов. Для того, чтобы их пройти, конечно, нужно было повторять грамматику, учить грамматические правила и так далее, и так далее. Потом, применяя их на практике, я начал улучшаться. Франческа, я согласна с тобой на 100%. Я тоже больше люблю такой подход. И я не отрицаю важность грамматики. Но для того, чтобы лучше понять, как грамматика работает, нужно почувствовать язык, нужно погрузиться в язык, нужно иметь необходимый лексический запас. Франческа, вот еще один интересный вопрос. Как ты думаешь, полезно ли пассивное слушание, когда ты изучаешь иностранный язык? Я имею в виду фоновое прослушивание подкастов, песен, видео, может быть, на изучаемом языке. Это очень хороший вопрос, Аида. Конечно, пассивное слушание, это очень важно. Как я советую, вначале надо иметь как можно больше input, надо слушать как можно больше. Прямо как дети. Что они делают? Дети вначале слушают как можно больше. Они слышат все новые слова от родителей, от окружения. А потом, после какого-то определенного возраста, они заговаривают на этом языке. Они начинают применить на практике те слова, те выражения, которые они слышали миллион раз. Вот точно так же, я думаю, мы должны сделать. Конечно, надо запомнить слова, конечно, общаться с носителями, но очень важно слушать подкасты, слушать то, что нас интересует. Хочу, конечно, выделить такой момент, что если вы слушаете что-то и вы ничего не понимаете, работа, которую вы делаете, это медвежная услуга. Это бесполезно. Надо понять, по крайней мере, я бы сказал, 60 процентов, минимум 60 процентов, того же, что вы слушаете. Вот почему я рекомендую вначале, когда вы пока на низком уровне, на базовом уровне, слушать вещи, которые даже дети, маленькие, могут понять. Фразы, простые фразы, читать сказки. Я, например, начинаю со сказок. Вот еще другой секрет, о котором я хочу с вами сегодня поделиться. Я начинаю со сказок. Я начинаю читать, почему думаю, что если дети могут это понять, я тоже могу это сделать. И, конечно, слушать, понять, повторять и потом применить на практике. Вот совет, который я могу вам дать. Кажется, что это слишком простое, но, ребята, это сработает. Франческа, расскажи, ты смотришь русские фильмы? Слушаешь русскую музыку? Поделись, что ты смотришь и что ты слушаешь? Нам очень интересно узнать. Конечно, я смотрю русские фильмы, особенно народные русские фильмы. Операция И с легким паром, приключение итальянца в России. Москва, если сам не верится, например, это мой любимый фильм. И я помню, что этот фильм мы начали смотреть в школе. Мы даже не были даже сдавать один экзамен по этому фильму. Я на память, можно сказать, его знал, потому что я пересматриваю, пересматриваю, знал миллион раз этот фильм, поэтому преподавательница даже не знала, какие вопросы мне задавать, потому что, по сути, я все знал. И насчет русской музыки. Да, мне очень нравится такая песня «Она вернется». И очень классный «Между нами и тайпледы». Это такая песня, которая стала известна, мне кажется, три года назад или два года назад. И это касается рэпа. И это очень хорошая музыка для того, чтобы иметь адреналину и хорошо качаться в зале. Что я могу вам посоветовать, это на YouTube канал Russian Progress. Russian Progress, я даже был там как, ну, скажем так, как ГОСТ, да, есть такой человек, который знает всем языком, тоже и при полиглоте, он вообще большой молодец, и он создал такой канал. Я был на его канале, и он реально крутой, разговариваться на русском очень хорошо, он сам из Новосибирска, если не заблуждаются, и он очень доходчиво может все объяснить. конечно, Аида создала очень крутой канал, поэтому я даже, я даже не говорю вам посмотреть его, потому что я уже знаю, да, что я уже могу представить, что вы следите за ней, поэтому смотрите ее канал, это не только совет, это приказ, ребята, потому что Аида реально крутая дамочка. Франческо, спасибо большое за твои добрые слова, мне очень приятно. Друзья, если честно, я очень стараюсь, чтобы та информация, которая есть на этом канале, была полезной и интересной для вас, поэтому я работаю для вас. Франческо, и мой следующий вопрос, согласен ли ты с выражением, что секрет изучения любого нового языка это разговоры, это беседы с реальными людьми, с носителями языка. Я думаю, что в изучении иностранного языка нет никакого секрета, когда я, например, говорю о том, что, ребята, я хочу с вами поделиться каким-то секретом, я, конечно, это шутливо говорю, но, конечно, это может помочь, да, разговаривать, беседовать с реальными людьми, с носителями, и, конечно, это суть, можно сказать, изучения языка, как без этого, то есть, никак не обойдешься. Но, наверное, вы знаете, что наш мозг не может отличать то, что реально, да, действительно, в реальности происходит от того, что мы представляем в нашей голове. Поэтому, если мы представляем, что я сейчас разговор на русском языке с кем-то на остановке автобуса, для моего мозга это по-настоящему происходит. и когда это будет в реальности, для моего мозга это уже случилось. И поэтому у меня будет большая возможность, чтобы я лучше разговаривал. Это круто. Мы должны суметь использовать наш мозг и потенциал, который у нас в голове. Я думаю, как я уже много раз говорил, Аида, и вижу, что мы на одной волне насчет и насчет этого, изучение языка должно быть простое. Надо упрощать все, что мы делаем, для того, чтобы иметь больше результатов. Поэтому, конечно, общение с реальными людьми, беседовать, ошибаться, кушать с ними, когда есть возможность собраться, конечно, в реальной жизни. Это, конечно, самое главное. Поэтому, можно сказать, что это один из секретов. Можно сказать, так, это, конечно, очень важно. Спасибо тебе огромное за такую интересную беседу и порцию мотивации. Как всегда, было очень интересно. Франческо, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Спасибо. Спасибо тебе большое, Ида. Я тоже очень рад, что все глядко пошло. и надеемся, что и людям это понравится. До следующего подкаста. Пока. ПОДПИСМЕНТОМ ПОДПИСМЕНТОМ